Пятый съезд урологов Узбекистана сегодня состоялся в Ташкенте. Большой интерес к этому событию проявили зарубежные специалисты из более чем 40 стран мира. России, США, Германии, Швеции, Турции и других. Разумеется, говорили о новых тенденциях, об актуальных проблемах, имеющихся в данном направлении медицины. Гости отметили, что это мероприятие стало для них хорошей площадкой для обмена опыта. Ольга Русакова подробнее. Передовые технологии результаты научных исследований в урологии и смежных областях медицины. Об интересе к съезду свидетельствовали полные залы и оживленные дискуссии в завершении каждой секции. Участие ведущих специалистов из США, Германии, России, Швеции, Турции, Грузии, стран Центральной Азии позволило им не только поделиться своими наработками, но и обсудить перспективы взаимодействия. Достижение урологической службы Узбекистана. На этом акцентировалось внимание большинства докладчиков. Следует отметить особенность, которая, может быть, не во всех наших регионах и независимых странах имеется, а именно в Узбекистане она есть. Это исследования в области организации здравоохранения и эпидемиологии. В Узбекистане проводились очень серьезные исследования, которые позволили показать возможность профилактического подхода, возможность уменьшения расходов, при том, что качество лечения, качество организации диагностики ничуть не ухудшилось. А я бы сказал, не по некоторым параметрам, оно принципиально изменилось. Очень важно сохранить вот этот баланс качества и затрат, кост-эффективности. И вот здесь, мне кажется, в урологии Узбекистана лидирующие позиции. Речь шла об инновациях в диагностике лечения этого рода заболеваний. Отмечалось, что современные методы позволяют не только выявить болезнь на ранней стадии, но и определить спектр сопутствующих проблем, отсутствие информации о которых делает лечение неэффективным. Особый интерес вызвали эндоскопические технологии, существенно изменившие хирургическую составляющую лечения. В 1996 году четверть наших пациентов подвергалась открытым оперативным вмешательствам, а где-то около 70% выполнялась эндоскопическими или обморозными способами. На сегодняшний день, по нашим прогнозам, объем эндоскопических вмешательств по поводу радикального лечения мочекаменной болезни будет составлять 98,2%. Здесь у вас очень современный оборудование по сравнению с нашей республикой. Потом наука тоже здесь очень развита, поэтому мы приехали, чтобы обучаться. Программа двухдневного съезда весьма насыщенная и помимо пленарных заседаний включает мастер-классы ведущих специалистов сферы. Продолжение следует...